Народ, всем здорова! Вы только посмотрите на эту благодать, друзья! Просто кайф! Отъехали 100 километров от дома в Нидерланды. Тут никаких масок. Ходишь везде, люди все как люди. Даже так непривычно уже отвыкли от всего этого. Прикольно. Город Эншеде. Торговый дом вот вам, пожалуйста. Гуляем. Смотрите. Люди без масок. Класс! Когда в Германии уже наступит благодать такая, как здесь. Так, решили здесь посмотреть немного рыболовные распродажи. Палаточки. Приехали мы вдвоем с Юлей сегодня. Никто больше не захотел ехать. Сегодня суббота. Я говорю, поехали куда-нибудь, лишь бы дома не съели. Все мялись, мялись. И в итоге мы вдвоем сорвались. Да, Юля? Смотри, какой гамак за 95 евро. Тема. Вот это вот рыболовная палаточка, друзья. Посмотрите сюда. 1200 стоит. Прикольная, да, Юля? Вот с отделом, где спать. Темновато здесь, правда, ребята. Вообще, себе так неуютно. Не то, что неуютно, а непривычно я себя так чувствую здесь. Просто, когда ты видишь мимику людей, люди улыбаются. Ходят. Это просто... Другой мир. Посмотрите на эти счастливые лица. За это время просто отвыкли. Просто от лиц людей отвыкли. Вообще с этих местах. В общем, здесь есть все для кемпинга, для охоты, для рыбалочки. Вот чайничек. 9 евро всего лишь. На природе заварил себе покрепче. Так, газовый баллончик 5 евро. У нас чуть подешевле они. Ну, правда, с другими разъемами подключения. Швейцарский нож. 25 евро. Так, попали в отдел, где ролики. И самокаты, Юля говорит, пойдем посмотрим. Вообще, изначально мы планировали поехать в город Кёльн. А потом я говорю, давай все-таки поедем, съездим в Нидерланды. Тут хоть как человек себя чувствуешь. Ходить можно. Да, Юля? Вот и выбор. Недавно нашим детям тоже купили мы ролики. Юля, по чем мы набрали всем? Ну, девчатам взяли. Им по 50, а мне 80. Тебе 80 стоили, а им по 50, да? Ну вот, 80, пожалуйста, тоже цена за такие ролики. А вот 55. Это большие. У нас примерно вот такие вот. А вот по 60. Друзья, весна, сезон коньков закрыт. Но они в продаже есть. Вообще, я хотел, конечно же, погулять по рыбному базару. Надеюсь, он сейчас еще есть. Время обед. Сейчас выйдем наверх. Может, чего-нибудь там мы прикупим себе из рыбного. Тебе такие понравились теперь? На них сложнее кататься. Думаешь? Я уже плавала. У них тормоза спереди, да? Угу. В общем, мы сейчас находимся в таком отделе для разнообразного и походного образа жизни. Недорогие рюкзачки, кстати. Но симпатичные. 55 евро. Вот так вот, друзья, собственно, выглядят кассы самооплаты. Видите, спускают. Их много. Гляньте, сколько. Вот человек стоит, смотрит, если что, может помочь. Ну и так досматривает. На крайний случай, вдруг кто-то не оплатит. Вот запищит все равно. Есть сервис также. Вот такой вот, друзья, еще отделчик. За 400 евро вот такой велосипед. Беговая дорожка. 379 всего лишь. Тренажерчики. Цены всегда интересны. Покажу вам немного. За 500 евро вот такой тренажер. Почти на все группы мышц. Из походного отдела и рыболовного мы перебрались в такой вот спортивный. Вот эта вещь хорошая. Это у нас брусья. Турничок, смотрите. Для дома. Милое дело. Или вот турничок. Вот, друзья, цена 200 евро за брусья с турничком. Вот эти вот. Недорого, я вам скажу. За такую вещь. Отлично же. И пресс качать также можно. Здесь уперся. В общем, вот так поднялся. И пошел поднимать уголок. Тема. А, вот этот турник, смотрите. Регулируется. Я ноги подгибал. Оказывается, тут раз-раз и наверх можно. И он будет выше. Отлично. Правда, его надо крепить к полу. Видите, дырки тоже есть. Есть, друзья, здесь отделчик. Также вот с грушами. Ну, груши так себе, я вам скажу. Для детей. Ну, работать можно. 90 евро вот это вот, например. Здесь вот я обратил внимание, уже есть шлемы для бокса. Так, ну, такое 35 евро. Очень хорошие вещи. Перчатки. Так, перчатки. 12 унций. Цена где у них? Так, где у них цена-то? А, вот сверху. 35 евро. Нормальная цена, как в Германии, в принципе. Ну, зависит от марки, конечно, какой-нибудь. Для работы с партнером или по груши в самый раз. Вот 14 унций. А, нет, 12. А почему здесь 14 стоит? Тут 12. 25 евро. Тема. Юля, тебе перчатки не нужны? У нас дома есть, да? Три пары целых. Для любого вида спорта есть здесь отдел. Вот велосипеды. Тут мне понравился. На тоненьких колесиках. Спортивный такой. 400 евро. Марка Трибан. Легкий. Алюминиевый. Смотрите, какой шов. Реально легенький. Одной рукой поднимаешь и никакой тяжести не чувствуешь. Такой можно было взять, покататься. Вот этот за 500. Тоже три бан. Ладно, друзья, посмотрели. Пойдем мы теперь на базарчик. А то его закроют. Если он сегодня вообще был. По идее, каждую субботу он здесь. Видите, все без масочек. Прикольно, да? Вообще прикольно. Так мы одичали от этого всего уже. Отвыкли. Вот так вот, друзья, называется. Декатлон НШД. Спорт для всех, короче. Говоря. А мы побежим сейчас на рыбный базарчик. Здорово, дядя. Здесь довольно-таки ветрено, друзья. Так, вот мы и вышли. Хоть здесь себя человеком почувствовать нормально. Вот и базарчик. Сейчас погуляем. Ну, как всегда, да, на базаре люди есть. Только рыбы я не вижу. Может, сегодня ее вообще и нету. Или не было. Сыры продают, да. Вещи какие-то. Овощи, фрукты торгуют. Ага, рыбу вот тут вот жарят. Вот люди кушают рыбку. Смотрите. А, ну и тут же можно и прикупить, да, то, что вам надо, в принципе. Вот, друзья, рыбка. 3,50 за одну мокрельку. Вот это вот от лосося животики копченые. Если переешь, потом свой животик болеть будет. Угарь копченый 4 евро. 100 грамм получается, или что. Осьминоги. 15 евро за килограмм. Дорадо. Вот лосось. Ценников нет, надо спрашивать все. Вот дорж. Треска, другими словами, по-русски. Треска. Вот хороший лосось. А также красный окунь морской. Очень много здесь нашего русскоязычного брата. Вот одни из них стоят, тоже кушают. О, сырки голландские. Я сейчас соберусь за Маздамр. Это тема. Что, друзья, здесь очень удобно. Я как-то ранее показывал, что парковка здесь под самим базаром, под площадью. Можете приехать, запарковаться, подняться. И вы уже на базаре. Что нужно купили, спустили машину. Идете дальше, закупаетесь. Вот так вот выглядит. Кто идет в масках, наверное, из Германии приехали. Не могут отказаться от своей привычки. Все, что хочешь, друзья, продают. И сумки, и сладости, и рыбу, и сыры, и кастрюли. Сковородка. Только за 15 евро. Хорошая вещь. Что-нибудь поцарапать. Сковородочку. 2,95 всего лишь стоит. Оливки. Греческая тема. Антипасты. 100 грамм за помидоры. Такие сушенномаринованные. 2,15 или это баклажаны. А вот помидоры рядом. Там тоже 2,15. Это баклажаны, значит. Юлия говорит, хватит по базару. Пошли, говорит, в Зару зайдем. Вещи посмотрим. У нее постоянно такие бутики. И нравится всегда. А я, когда по базару гуляю, всегда вспоминаю, как мы в Палодаре. На ярмарки, на ласточки. Раньше в Манакбай базар был. А также китайский корт после вокзала. Сразу нахлынувает. Так, ну вот, мы зашли в Зару. Никаких тестов, никаких кодов, никаких масок. Вот это кайф. Просто кайф. 40 евро рубашечка. Это дамская, да, Юля? А тут для мужчин тоже продают что-нибудь или нет? Ну да, там написано было. Вот, мужики. А, понял, понял, все. Я не знаю даже здесь, что за вещи. Обычно Наталья с детьми заходит, я на улице жду. Друзья, вы только посмотрите на эти лица. Они без масок, эти лица. Эти люди. Мелочь, кажется. Но приятно, очень приятно. Почем джинсики давают? Подписчикам покажем. 40 евро. Такие джинсики. Зара. Из базара. А блузочка? А, летняя блузочка. А где цена у нее? Оторвали. Она бесплатная, наверное. А, 30 евро я вижу уже отсюда. 30 евро, друзья. Ну такая она, знаете. Грудь скрывает. И руки. И все. За 50 евро джинсовочки. С сердечком сзади. Мне как-то не очень, да? Когда раньше протирали штаны. Делали заплатки. Типа того же. 50 евро. От ки джинсики. 40 евро. Ну, у них тут все. 40, 50, 40, 50. В принципе, цены-то недорогие. Ну вот, друзья. Мужской отдел. Поднялись на второй этаж. А тут Бершки нет, твоей любимой? Не знаю. Надо посмотреть. Юля любит магазин Бершку. Ну, давайте пару вещей вам. Из мужского отдела. Вот 40 евро. Такая кофточка. Зе блюзе. Джорни, Йорни. Кто там? Джинсики. 50 евро. Мужские. Так, кроссовочки, друзья. Кроссовочки. Хорошая подошва. Такая анти-рюч. То есть, не сказать взящая. 40 евро. Так раз так в помещении хорошо играть. Зара. Панамка, друзья. Лето, как-никак, скоро. 18 евро. Ну-ка, Юля, держи. Папе для полного счастья. Еще не хватало. Все. Танцуй пока, молодой. Юлия говорит, смотри-ка, я симпатичная для тебя. За 70 евро. Что скажете, друзья, симпатичная или нет? Это вообще размер S, Юля. Папе надо XL. Ну, как бы, знаешь, это я не в восторге от такого. Как бы, ляпистого. Но вот эту вот кепочку все-таки я, наверное, возьму панамку. Юля говорит, тебе как раз она идет. У нее такой подъем здесь высокий. Что, возьмем? Друзья, пишите в комментариях, брать или не брать мне. Что скажете? Все-таки, друзья, решила себе взять эту кепочку. А Юля выбирает себе рубашку. Сбоку, да, сильные разрезы какие-то. Как тебе? Нормально, но вот эти разрезы. Разрезы не нравятся? Зашьем дома? Дед зашьет. Прикольная такая переодевалка, смотрите. С всей стороны зеркала. Удобно? Да? Да? Я говорю, да или нет? Решила Юля все-таки ее взять. Не нравится ей, что разрезы сильно сбоку. Большие. Но, говорит, тем не менее, возьмем. Тоже Zara. Ну, естественно, все Zara в этом магазине. За 23 евро. А где ее сделали? Не стоит, да? А не. Мады ин Марокко. А моя, эта кепка стоит, Мады ин Тюркай. Не мады, а мейт ин. Прикупились на 41 евро. На улице солнышко. Сразу же одену я свою кепочку. Пананка. Да, черная, да. Надо брать белую, чтобы голову не пекло. Ну и такая пойдет. На стиле черная, хорошо. Да, что ты. Во. Как, Юля? Отлично? Да. Поехали. Пойдем сейчас навестим одного моего знакомого. Здесь ювелира. Давненько я у нее не был. А потом надо будет пойти чего-нибудь перекусить вкусного. Смотрите, сколько народу здесь. Битком. А в Германии хотят обеззоловку везти. Говорят, вы что, страшная какая болезнь в нынешнее время. Даже говорить неохота. А то жалобы накидает. Иду просто и душа радуется за людей в Германии. О, послабление. Только с тестами, говорит, заходите. С тестами послабления. Ты вообще просто ходишь и отдыхаешь. Это жизнь. Люди просто отдыхают семьями. Без напряга. А вот тут кто? А, вот Вади. Как раз и пришли к ювелиру-то. Проведал я своего давнего товарища-ювелира. Он, Сирака. Вот Вади ювелир, если что. Всегда, когда потом я в следующие разы приезжал. Вообще, в золото у него всегда покупался. Цепочки там что-то сдавал. Кольца. То есть, печатки разные. А потом, если приезжал, то, что на мне было, всегда оставлял. Шел, гулял. Потом в конце дня приходил, забирал. Он мне их полировал всегда, чтобы блестели капитально. Говорит, сделаешь мне рекламу, говорит, на ютубе. Получишь, говорит, какой-то товар, говорит, по закупочной цене, по моей. Само Сирака. Там их много, конечно, ребят. Золото это из Италии. Также здесь, конечно же, есть и другие ювелирки интересные. А кто любит сильно золото вообще. Ну и вещи там, побрякушки, всякие украшения. Надо ехать в город Анферпенг. В Бельгии. Там в округе вокзала. Очень много бутиков. Это, как-никак, столица, насколько я знаю. Золотых украшений, всяких изделий. Прикольная тема. Ну, сегодня я без золота. Так-то тоже частенько таскаю. Имею в наличии. Ну, это просто к слову, да. Раз в ювелирку зашли. Одна цепочка мне там у него понравилась. Вернее, даже не цепочка, а цепь. С подвеской Иисуса такой. Сколько стоит? Ну, говорит, совместе 4,5 тысячи. Ну, для меня он скидочку сделает, если я буду брать. И так, и так сделает. Даже без всякой рекламы. Я-то знаю. Раньше так же было. Почти 20 лет, я его уже знаю. Вернулись снова на базарчик. Хотели отведать рыбки, а тут очередь, ребята. Смотрите. Офигеть. О! Пока выстоишь и кушать перехочется, и базар закроют. Пойдем чего-нибудь другого здесь поищем. Видите, сколько тут. Все именно вот сюда. Там просто такие всякие лакомства вкусные. А вот здесь уже рыбу распродали. Смотрите, один лед лежит. Здесь есть у ребят еще порядка. Надо все распродать ребятам, иначе куда они ее потащат. Вот здесь филе обрезали. Тоже, пожалуйста, на суп, на уху продают. Вот такую рыбку я ловил треску, когда в Гаге выходил на кораблике. Таких я сам покупку ловлю. А ты спой? Спой? Ты спой. Спой камера. Камера. Ай. А, шпион. Шпион. Шпион, да. Ютьюб. 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 А что Ютьюб еще раз? А с вами. Спасибо, до свидания, спасибо. Давай, Максим. Давай, давай. Так, собики, ребята. Не, рыбы хватает, конечно. Нам рыбка не нужна. Рыбки у нас морозилки полно, свои еще. И морозилка вообще полная. Надо заблаговременно решать, что едешь на такой базарчик. Освобождать холодильник. Приезжаешь, покупаешь. Забиваешь его. Сегодня рыбу мы брать не будем такую. Готовую, наверное, сейчас возьмем, что-нибудь покушаем. Я хочу рыбку. Юля говорит, чего-нибудь другого бы отведала. Что ты хочешь? Ну, чего-нибудь хочу, да? Здесь тоже вот жарили чего-то. Но уже сворачиваются. Надо побыстрее, а то базар прикроют, и мы не поедим ничего. Вот в таких вот ведерках продают селедочку. Кстати, вот смотрите, лежит ножик. Можете отрезать, попробовать кусочек. Нравится, не нравится. Потом берете. Нас спросить, почем ведерко. Друзья, не удержался. Беру вот у Максима, у голландца, два ведра по 8 евро за ведерко. Отлично. Обалденная селедка. Обычно разбирают быстро, но не знаю. Сегодня, видите, стоит еще. 16, да. Видите, как научился он по-русски немного здесь. Ну что, друзья, взял я вот таких вот два ведра селедки по 8 евро. Пригодятся вкусные, просто обалденные. Потом взял себе вот такую рыбку с рыбаладой соусом. Хлеб. Вот такая порция стоит 4,50. Свежепожаренная, естественно. И два сока взяли. И Юля говорит, себе что-нибудь другого покушать возьмет. Не хочет она рыбу. Вот так вот рыба выглядит в разломе. В соус чуть-чуть. И... Просто тает во рту. И хлебушком немного полирнуть. Нормально жить можно. Вот Юля меня перевела к испанцам. Ну, испанцам, говорит, возьму буррито. Сейчас покажу вам, что там за буррито такое. Вот такое вот, друзья, Юля взяла. Буррито. Если папа был бы не за рулем, то папа себе взял бы мохито. Да. Посмотрите, ребята, сколько шницелей за пакет 5 евро. Большие пакеты. Сосиски. Там разные курочки. Вот. Три пакета за 10 евро. Вот таких вот наггетсов. Ну, вот шницеля, конечно, реально, да, пакетик такой, смотрите. За 5 евро. Довольно-таки большой. Все-таки, друзья, рыбного отдела здесь много еще. Я думал, мы поздно приехали, но нет. Тут камбала. Три-четыре и десять. Не поймешь. За 10 штук, наверное, 3-4 евро. Карпы хорошие. Макрель. Также Дорадо есть. О, шпинаджи. Нет, нет. Шпинаджи. Нет шпинаджи. YouTube, YouTube. Опять второй раз меня уже шпионом обзывают здесь. Креветки, смотрите, можно ящик взять. Вот опять рыба. Макрель, 3,50 стоит. Осьминоги, 12,50 здесь. Вот угри копченые. Аппетитно выглядят пиво, да? Полно, конечно. Надо брать побольше с собой денег и побольше рук или тележку. Как накупился и домой поехал. Усталый бегать с этой селедкой, с ведрами. Принял решение сбегать в машину и оставить там ведра эти. Ну и пакетик. То, что там еще купили. Намного легче. А то по базару толкотня. У нас еще эти ведра с обе руки заняты. Снимать невозможно. Ходить неудобно. Сам себе создал неудобства такие же, да? Это где мы были изначально. Мы, кстати, запарковались на Декатлоне. А можно там парковаться, где я говорил. На базаре прям. Ну, здесь выходишь сразу уже. Буквально на базарчике. Сегодня реально шопиться. Делать шопинг по магазинам. Приносит удовольствие. Как я и говорил, что без масок. За последние два года в масках зайдешь. Пять минут подышишь. Думаешь, зачем мне это надо? И уходишь на улицу. Заказываешь в интернете. А сейчас милое дело. Тем более, магазины все открыты. Пойдем еще забежим. Здесь Mediamarkt. Посмотрю, какие новые камеры есть. Разработки. А то в Saturn прихожу. Ничего такого нового никогда не выставляют. А так хочется поинтересоваться, что на рынке уже Sony, например, изобрело. Глянем в Mediamarkt. Что-то интересного есть. Сравним цены. А вот, друзья, кстати, Samsung 22 модель. Юля говорит, посмотри, папа, новая модель вышла. Я даже не в курсе. Камер навтыкали-то тут. Будь здоров. Ну, открывай камеру, посмотри. Что там? Ну, такая там одна провальная камера прям. Как будто 3D. Что включила? Ой, сейчас разобьем мы его. Ну-ка. Ну-ка, ну сколько. А у меня также на 100. Ну, чистенько, да, не спорю. Чисто. Ну, и здесь освещение хорошее. А это у тебя какая модель? 21. Кстати, ребята, цена, да? 1119 евро. Ultra 5G, 128 GB, Zilva. В цене все-таки iPhone уступает. Вот последняя модель. iPhone 13 Pro Max. Вот как в хаме. Я смотрел, зная, что вот это вот именно 256 GB. У нас 1369. А здесь 1370 стоит. Такая же цена. А если 1 TB, 1 TB памяти. 1839 евро. Обалдеть. Почти 2000 евро. Никаких новинок, ребята, нету. Говорят, только здесь GoPro. GoPro 10. Самое последнее. Поспрашивал. Ну, вот здесь у нас GoPro. Вот она, 10 за 598 евро стоит. Это девяточка. 389. А вот DJ Osmo. За 377, друзья. Вот скидка на эту GoPro. Крошку, седьмую. За 259 евро. Ничего себе. Кому надо, покупайте, приезжайте. Вот, друзья, дроны. Так, как у меня это. Какой? По-моему, вот такой. DJ Mini 2. Или вот такой. Не, вот этот, наверное, поменьше, да? С ладошку. Или такой же этот. Не поймешь. Так, 459 евро. Вот она упаковка. Я так думаю, вот под номером 2. Маленькая. У меня было больше. Это значит, здесь сумочки, наверное, нету. И нету запасных батареей. Возможно, так. Ну, такой пультец. У меня такой же. Вещь-дрон. Пишите в комментариях, чтобы куда можно было сесть. Поснимать чего-нибудь интересного с дрона. Ну что, друзья, на этом уже все. Говорю вам пока. Не хочется делать сильно большое видео. Да и батарейка сейчас уже скоро сядет. Если что-то еще интересное будет, то обязательно сниму, покажу вам. На мой взгляд, то, что мне нравится, то и вам и показываю то же самое, да? А мы еще погуляем здесь немножко с Юлей. Посмотрим чего-нибудь. Пошопимся. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Да, Юля? Друзья, как и обещал, что-то будет интересное, обязательно вам покажу. Смотрите, Scania, Audi. Но это не самое главное, да? Вы все знаете, да, что это национальная обувка голландская. Даже Боруссия, Дортмунд есть, БФОБ. Прикол в чем? Смотрите, вот так вот вы здесь подвешиваете на стенку, висит и тут открывашка под пиво. Вставляете бутылку, чик, и пробка падает вовнутрь. Прикольная тема, да? Смотрите, сколько здесь. 20 евро за один такой башмачок. Так, я сейчас поинтересовался. У меня куртка Харли Дэвисон. Он говорит, смотри, Харли Дэвисон, он говорит, для тебя тоже есть. Вот. Очень хорошо, да? И Али. Вообще отлично. И говорит, можно также сделать любое фото, которое принесете. Вот так вот. На заказ, в общем. Так, это похоже на моих хейтеров. Вот так вот они ставят дизлайки, и вот так они выглядят. Ну, тема, друзья. Как вам так? Оригинально, нет? Нет? Я считаю, да, вообще обалденно. Если где-то в саду, на террасе, например, подвешил, каждый подходит, все хоп-хоп, и все. И пробки не валяются нигде. Удобно, красиво.